Как вы уже знаете, всеобщая мобилизация вокруг целей устойчивого развития и повестки дня на 30-й год является обязательным условием их успеха во Франции и во всем мире. Но что означает мобилизация? Что означает быть участником процесса достижения целей устойчивого развития и повестки дня на 30-й год? Это главный вопрос, потому что успех мобилизации зависит от того, насколько она способна заставить субъекты гражданского общества и широкую общественность одновременно почувствовать свою способность и внести свой вклад в общее дело, легитимность мобилизации. Эти два аспекта мобилизации – способность и легитимность – требуют реального понимания целей устойчивого развития и философии повестки дня на 2030-й год. Философия повестки дня на 2030-й год была принята в международном контексте, который иногда воспринимался как несвязанный с реальностью и гражданским обществом во Франции. Это поднимает, конечно, ряд вопросов с точки зрения мобилизации, в том, как нам удастся привлечь гражданское общество, акторов к реализации повестки дня на 2030-й год. Мы должны определиться с тем, как объяснять, привлекать внимание, повышать осведомленность, облегчать понимание, сознание своей роли в достижении целей устойчивого развития. В этом и есть суть этого курса. В этом заключается целый ряд мер, осуществляемых различными акторами, ведомствами, такими как Министерство экологических и социальных преобразований и Министерство иностранных дел, а также ассоциациями, частными организациями, вносящими цели устойчивого развития в повестку дня на 2030-й год, в свои круги заинтересованных сторон для обсуждения дискуссий. На этом направлении ведет свою деятельность Комитет 21, названный «Тур-де-Франц устойчивого развития». Эта деятельность призвана распространять идеи повестки дня на 2030-й год на уровне регионов в децентрализованной Франции. Что такое «Тур-де-Франц цели устойчивого развития»? Этот «Тур-де-Франц» будет проходить не в форме вологонок, а будет опираться на ряде наблюдений и растянется на несколько лет. Первое наблюдение состояло в том, что в конце 2016 года, хоть прошло уже полтора года с момента принятия цели устойчивого развития и повестки дня на 2030-й год, в Франции международным сообществом, во Франции мобилизация затронула лишь ограниченный круг акторов и организаций. Их число было намного меньше запланированного, тогда как 2030-й год не за горами. В общем-то, и в этом и заключается первое наблюдение. Осведомленность знания цели устойчивого развития во Франции все еще очень низки. Второе наблюдение заключалось в том, что с точки зрения устойчивого развития было сделано действительно много шагов для того, чтобы изменить ситуацию, методы и подходы во Франции, в организациях и регионах, что, безусловно, требует поощрения и продвижения, оценки и извлечения уроков, а также взгляда на них в новой системе координат, повестки дня на 2030-й год. Почему? Поскольку нам иногда приходится смотреть на эти действия и оценивать только потому, что происходит именно в данном регионе. А сегодня мы живем в глобализованном мире. Наши действия порой сказываются в других странах, за рубежом. При оценке воздействия и последствий мер, которые считаются позитивными в Франции, с точки зрения повестки дня на 2030-й год, нужен глобальный подход, при использовании которого ряд мер могут оказаться не столь эффективными. И третье наблюдение заключалось в том, чтобы уяснить, что цели устойчивого развития могут придать новый импульс региональной динамики устойчивого развития и организационной динамики, которой иногда свойственны некоторой медлительности, а также, чтобы отметить, что мобилизуются одни и те же акторы. В соответствии с повесткой дня на 2030-й год и целей, эта философия и все ее побочные эффекты могут помочь оживить эти инициативы и проекты во всех регионах Франции. Именно все эти три вывода и были основой проекта и Тур-де-Франц с целей устойчивого развития. В конце 2016 года во Франции сложилась особая обстановка, поскольку многое изменилось в плане децентрализации. Возникли новые регионы, новые укрупненные регионы, непохожие друг на друга территории, незнакомые друг другу. Мы подумали, что Тур-де-Франц с целью устойчивого развития поможет найти общий знаменатель. Устойчивое развитие, который объединит всех акторов вокруг одной, одной, касающейся всей темы. Таковы выводы Тур-де-Франц с целью устойчивого развития и деятельности Комитета 21 в плане продвижения целью устойчивого развития. Как конкретно это происходит? Очевидно, что только один Тур-де-Франц с целью устойчивого развития не сможет в одиночку решить все проблемы повышения осведомленности, продвижения и приверженности целью устойчивого развития. Но все-таки он предоставляет региональные дискуссионные площадки, где акторы могут встречаться и вести диалог о целях устойчивого развития и повестке дня на 2030 год, как это предусматривалось. Они смогут принять участие в экспериментальной фазе ознакомления с целью устойчивого развития и смогут сказать самим себе «Хорошо, теперь я понял, теперь я ощущаю свою способность и легитимность, что могу и имею право оценить, какой вклад я смогу внести в общее дело в своей сфере деятельности, в своем доме». Это своего рода место встречи. Целью Тур-де-Франц также является создание партнерских отношений. Это лежит в основе реализации повестки дня на 2030 год, эти партнерские отношения. Но эти партнерские отношения, так же как и мобилизация, сами собой не возникнут. Участники зачастую, даже действуя на одной территории, не знают друг друга и не знают, какие подобные и взаимодополняющие меры они будут принять. Поощрение к стимулированию их контактов также вносит свой вклад в целеустойчивое развитие, поскольку они могут прийти к идее совместной работы в целях содействия и усиления более эффективного подхода к устойчивому развитию. И третья цель Тур-де-Франц, целью устойчивого развития, заключается в том, чтобы передать факел в регионы, стимулировать создание региональных сообществ вокруг цели устойчивого развития. Во всяком случае, чтобы заставить людей и организации, которые участвовали в региональных этапах Тур-де-Франц, осознать, что продолжать продвигать послание, идею повестки дня 2030 года, это всеобщая обязанность. Я принимаю на себя это обязательство совместно со всеми акторами, с которыми я смог познакомиться с помощью предоставленных мне рабочих инструментов. Цель устойчивого развития и мобилизация будет проходить именно так. Сначала в небольших ячейках, после чего идея распространится по регионам и приблизиться к региональным реалиям. Этапы этого Тур-де-Франц в 2018 году проводятся в регионе Гранд-Эст в сентябре в Окситании, который, вероятно, состоится к концу 2018 года, и другие этапы пройдут в 2019 году. Вы можете найти всю необходимую информацию в учебных курсах, а также на интернет-сайте Комитета 21. Приходите и принимайте активное участие в этих региональных этапах и убедитесь, что цели устойчивого развития также обсуждаются и в регионах. Мы говорим о целях развития развития. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова